всем доброго времени суток ребята снова с вами димас вы на канале hooks brother кукс и сегодня мы будем готовить завтрак королей яйца бенедикт что для этого нам понадобится для этого нам понадобится сковородка антипригарные тосты можно взять белые можно взять черные нас есть белые по классике бриошь вот понадобится нам посуда для соуса посуду для масла бекон томат на украшение масса сливочная у нас будет к соусу соль горчицу мы добавим зернистую тоже соус на украшение а понадобится масло растительное пищевая пленка ну это не пищевая но будем использовать ее как пищевую здесь мы будем варить наши яйца антон где яйца мы нашли наши яйца еще теплые сходили курятник принесли вот нам понадобится 2 яйца на само само блюдо едва яйца на соус желтки все приступаем к подготовлению нашего блюда им наш пищевую пленку накрываем миску чтобы удобно было отрезаем лишнее добавляем масло чтобы яйцо не прилипло яйца домашние здесь тоже отрезаем лишний и заворачиваем как манты чтобы потом хорошо разлепить одна есть и делаем так же второе яичко отрезаем лишний придерживаем вот наливаем растительное масло и разбиваем яичко отрезаем лишний и так же как манты заворачиваем вот и сразу пойдем наши яички опустим казан там вода погрелась вот опускаем наши яички и сейчас казан снимем вода не чтобы не кипела мы сразу снимаем все оставляем я не дойду за три минуты у нас процессе мы сейчас будем делать соус обжаривать тосты бекон все пойдем обжаривать тосты вот мы добавили сливочное масло и сразу можно обжарить бекон вместе с маслом и тостами где-то грамм 70 берем масло статает у нас переворачиваем бекон вот ну как бы вот обжариваем хлеб золотистой корочки можно обжарить хлеб немножко взять яички с молоком получится настоящий бриошь настоящий французский хлеб но мы не будем так делать просто обжарим бекон и хлеб ну отлично смотрите как красивый получается хлеб поджаристый бекон тоже поджаривается руки тоже немножко поджариваются но это не страшно ну все переходим к столу потом будем делать соус и завершающий момент наши яички все почти готовы тостики готовы бекон пожарилась осталось нам только украсть блюдо и сделать соус наш ну что ребята у нас завершающий момент это соус голландес название странно и вроде он должен быть голландский но он французский с высокой кухней так что к нему подход отдельный надеюсь что у меня все получится процесс увлажняет тот момент то что мы это все будем готовить на открытом огне на костре не на газу не на плите я там и не знаю где еще не в космосе просто готовим на мангале это будет немножко осложнят осложнится сам способ приготовления но я думаю мы как бы справимся как бы у нас руки есть и все остальное тоже помидор нарежем сразу на украшение чтобы не терять время вот не будем ничего такого интересного добавлять не не авокадо не спаржу хотя спаржа очень хорошо сочетается вот добавим просто наши любимые томаты и бекон чтобы это более казался такой завтрак наш к чему мы привыкли ну к салу и к томатам вот также отделяем белок от желтка нам нужен только желток так что от белка мы избавимся в дальнейшем мы не будем его использовать вот берем второе яичко и так же отделяем как бы многие мне могут предъявить то что я не мыл яйца и тому подобное эти яички у нас только из-под курицы и как бы я не думаю что здесь кроме соломы что то есть такое невкусное нам понадобится два желтка венчик мы будем мешать сливочное масло чуть-чуть добавим соли для солености вот и в конце добавим горчицу зернистую оно придет придаст оттенок небольшой этому соусу чтобы не было банально просто вот так что переходим к мангалу и делаем соус ну вот ребята у нас масло почти растопилось и приступаем к взбиванию желтков я немножко сберег руки отдел перчатки потому что здесь отличный жар вот как видите белки взбиваются надо интенсивно взбивать их многие говорят что не надо останавливаться мы последуем их совету ну вот у нас желтки постепенно схватываются уже сейчас весенние мушкара летает начинается начинается процесс у нас нагревания желтков сейчас буквально несколько минут возможно даже секунд и мы добавим наше масло смотрите желтки начинают у нас сворачиваться немножко нагреваться главное чтобы не свернулось чтобы не продлился в омлет за этим надо следить из-за этого это все делается на водяной бане но мы решили ускорить процесс сделать все это на углях все желтки у нас сбились и мы добавляем наше топленое масло оно должно у нас быть топленое не горячее и продолжаем дальше взбивать и соус должен у нас загустеть за счет масла теплого и желтков напоминаю это соус голландес с высшая французская кухня за это получают звезды мишлен мы пока без звезд но стремимся просто накормить вас и показать интересные возможности приготовления блюд на открытом огне мангале или казане и тому подобное главное свежий воздух и мангал ну все соус у нас отлично готов переходим к завершающей стадии украшаем блюдо ребята у нас соус готов мы добавляем немножко зернистой горчицы для придания более интересного цвета и вкуса сразу замешиваем как бы соус готов он уже у нас с ним ничего не случится он как бы не заварится не испортится он у нас уже принял свою консистенцию отличную соус готов все выкладываем тосты у нас теплые выкладываем наши томаты это лишнее и бекон бекон аккуратно произвольно выкладываем внутрь мы добавим наши яйца бенедикт вот отлично вот и переходим достаем наши яички достаточно у нас постояли примерно 3 минуты может быть побольше отлично дошли отлично отлично и достаем наши яички достаточно хорошо они проварились аккуратно аккуратно выкладываем на наши тосты отлично и второе яичко второе аккуратно яичко такое прям аккуратно у нас все получилось вот и уже льем сверху соус наш голландес аккуратно льем на наши яички не жалея аккуратненько поливаем кашу маслом не испортишь все отлично ну вот ребята получились у нас такие яйца бенедикт как бы этот процесс был нелегкий но в принципе все идеально получилось так что будем пробовать аккуратно разрезаем смотрим отлично все яичко потекло это самый класс когда желток течет и пробуем что у нас получилось побольше желтка просто волшебные яички чувствуется соус желток бекон и помидоры белый хлеб дает свой вкус великолепно просто прекрасные яйца прекрасный завтрак завтрак королей так что я думаю нам это стоило небольших усилий но у нас получилось так что я думаю повторить тоже можно в домашних условиях это естественно намного проще вот пришла массовка сейчас будем кормить всех нашими прекрасными яйцами так что пробуйте делайте если есть желание можете попробовать как и мы на мангале это все сделать на открытом огне это прекрасно вкусно удивить своих близких необычные яичницы сделать с утра чуть-чуть заморочиться и приготовить такие необычные яйца с вами был Димас оператор наш великолепный Антон всем удачи здоровья берегите себя увидимся удачи удачи удачи